Так как ваше жилье признано аварийным, государство предлагает два варианта. Это либо дом солнечный, который специально построен для пострадавших от палатков, и второй вариант это благоустроенная квартира. Какой вариант вас устраивает? Я выбрала готовых проживания. 10 суток земли, огороженный, вплоть до фортного пола в ванной комнате. То есть приезжайте, ничего не делайте, просто извините. Ну там вещи, какие-то приказы, какие-то, что-то, что-то. Солнечный, что-то хорошо, там новый дом, абсолютно новый, что лежит. Идем, ищем квартиру, и дом, что-нибудь. И потом все. Изменения с нами. Что-то завалит. Школа там строится, на против парков, повладает. 56 лет прожил с супругой. 35 квадратных лет. Ну, во-первых, привыкли жить на земле, это раз. Огород небольшой был, но у нас кормил. Животные, собаки, кошки вернутся с нами. Ну, и сын у меня инвалид, он тоже очень хочет свой дом. Ну, это удобно. А вы ездили очень в солнечный, да? Я смотрела отзывы, смотрела это. Ну, я просто очень переживала, что я не попаду, потому что маленькая подразума дома. Но к нашему счастью нам повезло. Живали мы по Димиденко, 70-й под гора. Был дом, можно сказать, четырех комнатных. Потом его затупило. Это все. Ждали, сначала были оценщики, потом мы ждали, когда нужно было прийти сдать документы. После этого, вот тут быстро, сдали документы буквально вот через три дня и уже вызвали на комиссию. Мы на квартиру, мы хотели. Мы получили первую в этот стоп МРП. Мы получили гуманитарную помощь. Несколько раз нужно добавить гуманитарную помощь. Мне нравится, что Аким города у нас выходит. Люди разговаривают с ним, что он на связи постоянно. Вот это мне прям очень сильно нравится. Ну, огромное спасибо нашему правительству, особенно Акиму.